Обновление почвы путем выжигания прошлогодней травы, к сожалению, не новость и не редкость. Предупреждение о запрете действует не на всех. Как показывает практика, из года в год спасателям приходится сталкиваться с подобными случаями и отмечать полосухой растительности – сезонная проблема большого масштаба. О первом таком возгрании в этом году в Бресте сообщили очевидцы в Центре оперативного управления. Горение травы произошло по улице Богданчука. К месту пожара прибыли спасатели. В ходе работы потребовалось привлечение дополнительных единиц техники. Главная сложность состояла в отсутствии подъездных путей. Общими усилиями личного состава из 17 человек с помощью четырех автоцистерн удалось благополучно ликвидировать возгорание. С огнем МЧСовцы сражались порядка одного часа. Такие пожары не единичны. Хотя мы и говорим об этом везде, и в организациях, на предприятиях, и на родительских собраниях, о том, что выжигать сухую растительность нельзя, это чревато последствиями, так что от схода растительности могут загореться и здания. Но почему-то каждый год люди считают необходимым выжечь старую траву для того, чтобы новая трава была более сильная, зеленая и так далее. Но на самом деле это не так, потому что при пожаре выжигается не только сухая растительность, но и та флора и фауна, которая имеется в этой траве. По подобным фактам возгорания растительности проводятся соответствующие разбирательства. Однако, признается глава МЧС Бреста, установить личность нарушителя крайне сложно. И в этом случае спасателям не остается ничего другого, как усуществлять профилактическую работу с населением. Пожар на Богданчука повлек за собой уничтожение травы на довольно существенной по размерам территории. А ведь итог мог быть и куда более плачевным. Стоит лишь вспомнить, как нередки в практике случаи, когда огонь наносил непоправимый ущерб не только природе, но и имуществу граждан, не говоря об опасности для здоровья и жизни людей. Меры воздействия на нарушителей разные. От предупреждения до штрафа в 40 базовых величин. Но, к сожалению, и это не всегда останавливает жителей. В прошлом году, если сравнивать с прошлым годом, то за прошлый год было привлечено 3 человека за сжигание сухой травы именно в пожароопасный период. Проводили соответствующие рейды, в том числе и в местах отдыха, в местах, где возможен отдых. Это и Красный двор, и район Косичи. В 2016-м в Бресте было зарегистрировано 22 случая пожаров по причине загорания сухой растительности. Чтобы граждане не подвергали опасности свои владения и имущества, не создавали угрозу собственной жизни, спасатели рекомендуют быть более грамотными и дальновидными. Сейчас, на начало весны, все граждане наводят порядок на своих пересаденных участках территории, готовятся в том числе и к Пасхе. Есть ряд мероприятий, которые необходимо соблюдать при разведении костров на территории пересаденных участков. Первое – это разведение костра допускается на расстоянии не менее 10 метров от зданий и в безветренную погоду. В том числе и приготовление пищи на мангалах, шашлыки, он регламентирован, это не менее 4 метров от здания. София Бережная, Дорт Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.